МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дмитрий Котов, протягни тему. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В осень у волонтеры Гомельской области круглосуточно оказывали допомогу хасидам, які опынулись на нейтральной полосе границы поміж Беларусью и Украиной. Однако безумовно головный все летний выклик связанный с пандемией коронавируса. -"Сегодня более ста волонтеров трудятся по всей Гомельской области, подготовленных волонтеров, которые разносят рецепты по домам, мы сотрудничаем с чрезидентами здравоохранения, доставкой продуктов питания до квартиры, чтобы пожилой человек не выходил из дому, чтобы не было подверженности заражения коронавирусной инфекцией". Таких визитов с початку расповсюдживания коронавирусной инфекции было здействовано коля 7 тысяч. У Вогулю можно смело казать, что пандемия повеличила колькость прационных часов волонтеров практически удвоя. -"Также особое внимание мы уделили информированию лиц без определенного места жительства. Мы также посещали пункты приемов торсырья, проводили беседы с бенефициарами, раздавали им антисептики, также обучали их, как правильно, например, руки обработать. Также информационная работа проходила и среди всего населения области. За этот год мы раздали 75 тысяч буклетов, которые мы разместили в местах массового скопления людей". Оказывали представники «Червоного крыжа» и финансовую допомогу в супрацовнестве со спонсорами. Установом региона на маски и досродки было накеровано коля 400 тысяч рублев. Подчас пресс-конференции рассказали и про реализацию разностайных проектов. По-перше – полиция добра. Яны усталеваны, в некоторых магазинах Гомеля, и кожный жадающий, може принести продукты харчевания для людей, які мают у гэтым потребу. Так само в регионе реализуется проект социального репетиторства для детей, які знаходятся у социально небезпечном становищем. Волонтеры допомагают отримливать им додатковую эдукацию. И еще на территории в области продугледжена праца творших майстерняв, где доброохотники займаются мыловарением, створением текстильных и дравляных вырубов. Стоит отметить, что сегодня у нас работают три отряда быстрого реагирования. Они расположены в городе Гомеле, в Мозыре и в Жлобине. Не случайно мы решили именно там располагать данные отряды территориально. Они фактически покрывают три зоны нашей области. Мы уже знаем много примеров, когда наши волонтеры из Гомеля в том числе выезжали в другие районы для оказания помощи, например, при паводках или, например, когда строился мост в Жидкое, чех волонтеры из Гомеля выезжали круглосуточно, обеспечивали там дежурство. Так само подчас пресс-конференции были обвешены переможцы в конкурсе «Волонтер года». У сего у им продугледжена 11 номинаций. Отзначены лидеры и в других проектах «Лепший наставник» и «Лепший партнер». Дмитрий Котов, Яуген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». У Гомеля отбылся акции по трымку медика. Условы подяки от гомельчан пошелись у працовники медустанов города. Продставники предприемства и организации Чегуношного района наведали первую городскую клиническую больницу. Словами «потрымки» гости не обмежавалися. Привезли медперсоналу и подарунки. Зараз, коли працовать приходится у непростых умовах, любая увага надает сил. Отзнашают медики. Внимание и признательность нужны каждому человеку. Особенно нам, коллегам моим, всем, которые, несомненно, сейчас в непростой период трудятся. Им сложно и морально, и униформа, которая сейчас, конечно, стала немножко полегче, но, тем не менее, доставляет такие неудобства. И все это очень непросто. И труд их сейчас, и признательность за этот тяжелый труд, конечно, для них очень и очень важна. Предприятия и организация нашего района с удовольствием приняли участие в акции «Спасибо медикам». Не остались равнодушные и учреждения образования, и средние школы. Люди от всей души выразили слова благодарности за то, что сегодня медики трудятся в этой нелегком положении. Ежедневно поступают больные. И, конечно же, здесь приходится выходить за рамки своего рабочего времени. Поэтому любой сегодня знак внимания им очень важен. На протягу дня акции «Патрымки персоналу» прошли у десяти медустановых города. От клуба до палаца. Сто-годовый юбилею расшистым сходом отцветковал Палац культуры чигуношников. Шагу пошиналася о истории, чем сегодня установа Радуя Гомельчан, ведают наши корреспонденты. У 1918-м годе побач с Гомельской чигункой был побудованный невеликий клуб. После этого изменил двухповерховый драуляный будинок поблизу Палесского переезда. Там были драматичные и хоровые гуртки, струнный оркестр, мастацкая студия и библиотека. Знаемый Гомельчанам будинок на провокзальной площади з'явился только у 1930-м годе. Разбуранный подчас войны, он некальки разов проходил реконструкцию. У 1951-м клуб переименовали у Палац культуры. Сегодня госупрацовники заховывают с богатой культурной традицией. Керовник Народного театра студии «Классик» Алена Фролова рассказывает, я ее коллектив – ровесник клуба. И в своей работе она старается выкорыстовывать на працовке своих попередников. Здесь работали известные выдающиеся деятели, такие как Голубок, Мирович. При Мировиче поставлена была пинская шляхта. Играли все, кто был на тот момент в дворце. То есть это и художники, и музыканты, и певцы. На сегодняшний день театр «Студия Классик» в ее составе 20 человек от 16 лет и до 65 лет. Но мы не только сами играем в спектакли. Я стараюсь задействовать все коллективы дворца. С историей Палацы связана и история Гомельского телебатчаня, потому что именно тут находился аматорский телецентр, который в 50-х годах примал программы с Киева, а в 56-м пошел властное вяшшание. Нельга не вспомнить и имя народного артыста БССР и гонорового грамадзянина Гомеля, хореографа Александра Рыбальченко. Семейную традицию протягивает его сын Игр, который кирует народным вокальным ансамблем Гомельчанка. Усяго у Палацы працуют больше за 20 творческих коллективов. 8 мают статус народных, 1 заслуженный. Палацу выходят в структуру культурно-спортивного комплекса Гомельского отделения белорусской чигунки. Горжусь, чем особенно моим сотрудничеством с музеями Белоруссии, начиная с Национального художественного музея, это Прокопцов, а также Дворцово-Парковым музеем, также Реченский музей, Гродно, ну практически со всеми музеями Белоруссии. У нас экспозиции, которые вы сегодня видите, практически меняются, продолжительность их от месяца до двух месяцев. Все это меняется очень интенсивно, и для горожан все эти экспозиции посещения безвозмездны. Добруя акустику и масштабы сцены по заслугах оценили замежные артысты и ведущие коллективы Белоруссии. Сярод их и Великий театр Белоруссии, який мая зустановое погоднение о супрацовництве. На жаль, эпидемичная ситуация не дозволила запросить на 100 годзе шматликих гостей и саброу, однако подарунки усеровно были. За укладу развития культуры супрацовники отримали гоноровые грамоты, подяки и грошовые премии. Ганна Коральчук, Миколай Скинцаян, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Небезвесток вникли. В Жлобине установили имены двух летчиков, останки которых были знайдены летом недалеко от города. Про 77 годов их урочисты пера поховали в братской могиле в райцентре. Кем были эти мужные хлопцы, доведалась Ганна Коральчук. В этой скрыне то и не многое, что засталось и от летчика, молодшего лейтенанта Митрофана Барейкина и поветренного стрелка, молодшего сержанта Давида Граника. Их самолет был сбитый в 1943 году подчас выполнения операции «Багрытийон», изнайдены пошиковым отрадом только этим летом. Зараз останки отважных хлопцев везут до местопахования в сопровождении колонны. К этому попередничала великая и складанная праца. Наша сдымочная группа была осветкой того, как и шли раскопки. Место крушения показал Жехар Жлобина, який в детстве бачил гэты самолет у районю везки Лугавая Вірня. Советский штурмовик Ил-2 настолько глубоко пошел под землю, что для работ потребна была спецтехника. А кроме останков двух солдат были знайдены рештки винта, редуктора и бронелисты, частка бензобака, броневое шкло, шасси, а так само два реактивных снарады. И неяких особистых речев, которые помогли в пошуках именов загинавших. Увы, некую высветлить особую последовательность по идее удалось одякуючу бортовому номеру самолета и номеру авиационного руховика. Отказ поступил из архива в Министерство обороны Российской Федерации. По боевому заданию они вылетели в район Жлобина для бомбежки минометных позиций немецких. Как этот самолет оказался в районе моста, это нам... Ну, здесь рядом, расстояние небольшое, но, видимо, они решили бомбить мост. А зенитная артиллерия здесь сбила этот самолет. В этот день вылетело там два экипажа, и оба не вернулись из боевого здания. И оба погибли. Один экипаж мы установили, получается. Сейчас будем пытаться искать второй экипаж, где-то здесь должен быть. У кабине знаходился 25-годовый уродженец Мордовии, молодший лейтенант Митрофан Барекин. На его рахунку 18 боевых вылетов и орден червоной зорки, замуженность и героизм. Инициалы червоной армейцы, высеченные на мемориале, увезцы старые селищи, где живы офицер и где до этого часу живут его близкие. Для пошуковиков стала саправдным поспехом погода ради 94-годовой Нины Вичкановой, женкой брата Митрофана. В войну с 15-ти годов она працевала в тыле. И теперь один, кто может вспомнить и рассказать про загинувшего. Ну, его взяли и пропал. А куда я не знаю, никто не знал. Белоруссия, где? Он старше моего мужа. Муж у меня был 25-го года, а он старше был. Ну, очень они дружно жили. Девушки любили его. Он очень симпатичный был. Они вообще грамотные были, бывшие селями. Другий член зниклого экипажа, 19-ти годовый поветранный стролог с Харкова, Давид Граник. С найти огородных пакуль не удалось. Усяго за 10 годов в Жлобинском районе установили имены 1200 невядомых червона армейцев, и эта работа протягнется. Этот случай уникальный. В связи с тем, что в последнее время очень затруднительно и нечасто бывает такое, что при нахождении останков удается найти информацию о том, кому они принадлежат. Но в данной ситуации как бы вот это вот все получилось. И очень хорошо, потому что, значит, к большому сожалению, еще очень много и много тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, остаются неизвестными. Даряча убачить усе знайденные элементы штурмовика ИЛ-2 можно у Жлобинским историко-крызнавчим музея. Ганна Корольчук, Сергей Камко, телерадиокомпания Гомельса, Жлобина. Заховать свет без кровопролития, как не стратить родиму. Про это сегодня все часы говорят с тех, кто на своем опыте пережил жахи военных конфликтов. Арутюн Петросян родом с Баку и до 27-ми годов жил у Азербайджана. По культам не почался Карабахский конфликт. С тех часу его житию погрожала небеспека. За свою национальность ему, как и тысячи инших армян, пришлось бегать с краины. Начались провокационные действия как с одной, так с другой стороны. А мы, как говорят, лезь рубят, щепки летят. Мы были уже как заложники этого всего процесса. И из-за безопасности мы вынуждены были уехать, потому что фамилия и внешность выдает, а жизнь-то дается один раз. И мы решили переехать сюда, в Белоруссию. Здесь, по линии жены, у меня есть корни ее. И это все меня успокоило. И вместе с семьей мы уже 30 лет проживаем здесь, в Белоруссии. Арутюн Петросян отримал в Гомеле высшую эдукацию, знайшую работу, выгадывал двух сынов, которые так само закончили университеты. А сейчас мужчина работает в будущем тресте номер 14 и допомогает с внуками. Белоруссия Лечит другой родимой и не хочет гублять ее. Йонбашеву, на кольке крохким бывает мир. Разумных людей и трезвомыслящих людей в Белоруссии больше. И вот эта сила добра превзойдет силу зла. Независимо от того, что третьи лица, которые стоят за всем этим беспорядком, делают вот это грязное свое дело, вносят распри в наш народ. Но у них это не получится. И опять повторюсь, что сила добра превзойдет. И в ближайшем будущем, лично мое мнение, будет все хорошо, потому что народ понимает, что это все западные товарищи, которые хотят нас рассорить. Но они этого не дождутся. И это все сочтется им. Потому что мы под одним Богом живем. И Господь Бог всегда наказывает. Рано или поздно Он наказывает ту сторону, которая хочет, чтобы в Белоруссии пролилась кровь. А звонки из банка, сделки покупали продажи на разных сайтах, просьбы об допомозе у соседках. Все лета у Гомеля киберзлочинство стало на шмат больше. Те-то макляры вышли на новый уровень, те-то люди частей стали поведомлять об этом у милицию. Але в любом выпадке, пока народ доверливый, а шуканцы не спят. Марина Северьянова доведалася, какие схемы частей выкорастовывают технично адекватные злочинцы и что с этим рабить. Спочатку мы вырешили испытаться у Гомельшанц и троплялись они у сетки виртуальных махляров. Да, в последнее время очень часто. А вот где именно? Где, где, где? На куфоре часто в последнее время. Нет. И никогда из банков не звонили? Никогда не просили? Из банков звонили. А вы что? Ничего. Я не повелся. Нет, не пытались. Ну и никогда не писали? Никогда не звонили из банков вам? Нет, никогда. По раннейшим активные шуканцы представляются банковскими супрацовниками. Майте на увазе с этой структуры по вайбере и ватсапе звонить не будут. Особистые дадены так само не попросят. И на и так мают всю необходимую информацию. Легенда была, что с моей карточки сняты деньги. И мое ли это в этом участие было? Вот. Я сказала нет. Вот они сказали и надо заблокировать. Сябра, позже грошей на три дня дайте номер карты для оплаты покупки. Киберзлочинцы люди не только технично адекватные, но и добрые психологи. И частей за все это не одиночки, а целые злочинные группы. Задарается, что частка и удельников находятся в Беларуси остальные за межой. Отшукать таких махляров вельми складано, а часом просто немогчимо. Миновед оттому, этот вид злочинства настолько популярный, пока ранее практически отсутничая. До того же сами ахвяры редко звертаются в милицию. Але робить это необходимо, навод, когда финансового урону отрималось позбегче. Чем больше информации об таких выпадках, тем простей следшим. Первое, это прежде всего наша доверчивость наших граждан. Вторая причина это низкая финансовая грамотность нашего населения. Ну и третья причина это, конечно, все больше и больше у нас используются в стране высокие технологии, интернет-связь, различные интернет-площадки. Соответственно, наши преступники тоже не стоят на месте и владеют и овладевают различными способами своих преступных действий, используя в том числе данные интернет-площадки либо интернет-ресурс. Самое парадоксальное, что ахвяры доброохвотно отдают свои гроши уроки махлярам. Никто не примушая, номеры карты и особистые дайдены люди поведомляют о шуканцам без ваганев. Меж тем, таких выпадков у Гомеля все лета свыше тысячи, значительно больше, чем летать. А кольки ахвяр, которые вы решили пережить это без оголоски. Практично во всех злошинных схемах махляры играют на наших почутках прагностей, теканностей и страху. Они шукают и находят способы отримать даденые банковских карток, электронных рахунков и навод наявные гроши. Коль вы думаете, что попались, неоткладно блокируете карты и телефонуйте в милицию. А в уголе махлярство в интернете будет процветать до тех часов, пока люди без оглядки будут доверять іншим. Марина Северянова, Сергей Камков, телерадиокомпания Гомель. Национальное агентство по туризму и управлению спорту и туризму Гомельского облаконкам запросили у Полески Державный радиоциный экологичный заповедник представников белорусских туристичных фирм. Мета проведенного инфатура развития внутреннего туризма на территориях, которые потерпели в вынику Чарнобыльской катастрофы. Разом с удельниками тура в зону отчужения накировались и наши корреспонденты. Надпис тут зона отчужения и колючий дрот. До Чарнобыльской катастрофы на территории сущасного Полесского радиоцино-экологичного заповедника проживало больше, как 20 тысяч человек. Зараз об тих часах нагадывают 96 отселенных вёсок. Туристов сюда возят уже несколько годов, но этот вид туризма можно сделать больше массовым. За два года осуществление туризма в зону завез иностранцев из 20 стран. Туристов в самую Дальнюю Австралию, иностранцев из Польши, Литва, Чехия, Германия. Интересуют в основном это Урбекс-туристы, люди, интересующиеся заброшками и последствиями аварии на ЧАЭС. Аматеры экстриму у покинутых домах саправды могут убачить шмат цикавого. Правда, ничего саправды каштулного тут нема. Пусут, дитячие ляльки, газеты 1986 года. У былой вёсцы Дроньки захавался будинок школы с партами и портфелями. Людям обещали, что и они вернутся праздне кальки месяцев, а тому с собой убрали только самое необходное. Хоть заповедник это не только покинутые домы, а и навуковая работа. У 96-м сюда из Беловежской Пуши завезли 16 зубров. Теперь их каля 170. Живёл никто не контролюя, и они свободно перемешаются по всей территории. А тому сустреть их можно не только у годовальнику подчас кормления, а и у любых мест для людей небеспеки и они не уявляют. Даже если это какие-то старые самцы такие мощные очень, они всё равно никакой агрессии никогда не проявляли. Я встречался десятки раз. Ни разу не встречал случаев, чтобы мне показалось, что есть агрессивное поведение. Они или спокойно как бы отходят, или убегают просто. Чаще убегают просто. С громким шумом таким прям по лесу, как будто деревья падают. У Полесским державным радиоцино-экологичным заповеднику пропонуют негальки видов экскурсий. Информационно-экологичные, освятницкие, навыково-познавальные. Правда, за пандемией коронавируса все лета тут побывали только крыху больше, как 300 туристов. Это значительно меньше в сравнении с минулым годом. Но специалисты не выключают, что после нормализации эпидемичной ситуации зона отчужения может стать просягальной для очинных и замежных туристов. Поскольку этот маршрут особенный и он интересен с точки зрения научного туризма, образовательного туризма и даже ностальгического туризма, потому что, естественно, ряд судеб наших соотечественников связаны с этой историей, историей Чернобыля, историей трагедии. Александр Увольга Коновалова, Валерия Панько, телерадиокомпания Гомель с Полесского Державного Радиационно-Экологичного Заповедника. У пошуках Шопена день народжения ведомого композитора и пианиста у Гомеля значили концертом симфоничного оркестра у коллежи Мастатства имя Соколовского. Двадцатого года за пару весь музычный свет с пробой раскрыт секрет неверогодно проникненной игры польского романтика. У Гонор 210-ти годя с дня его народжения прогучали два фортепианные концерты. Солистки, запрошенные пианистки Юлия Ермалаева и Айрис Шадрина. Пятнадцатый годовый виртуоз рыхтовал свою участку выступления на протягу двух годов. Так как Шопен это мой любимый композитор, романтик все-таки, его очень приятно играть, вот раскрываешься на сцене, вот надо, вторая часть очень такая прелестная, легкая. Ее достаточно концерт тяжелый в плане некоторые технические места, нужно отрабатывать, работать много. Гэта концерт закрыл шосьвертый форум классичной музыки от симфоничного оркестра. Далее Гомельские городские оркестры запрашают слухачов на проект «Легенды джаза», перший концерт якого пройдет 11-го снежня. Гэта и инши новинны, информацию о проектах Таля Радо компании Гомель вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvergomel.by На этом выпуск завершен, усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова